Это история Леонида Млитча, для тех, кому небезразлична наше прошлое. Ситуация на Ближнем Востоке максимально упростилась. Решительно все. И те, кто ненавидит Израиль, и те, кто считает его своим другом, все обращаются к Соединенным Штатам с одной и той же просьбой. Вы единственны, кто может заставить Израиль прекратить военную операцию в секторе газа. Этого добиваются все. И те, кто считает, что Израиль проводит преступную кампанию против мирных палестинцев. И те, кто говорят, что Израиль имеет право на проведение контртеррористической операции после чудовищных терактов 7 октября. То, что нужно найти людей, которые совершили это преступление, посадить их на скамью подсудимых, или во всяком случае заставить ответить за свои преступления. Но абсолютно все требуют от Соединенных Штатов или просят Соединенные Штаты эту военную кампанию прекратить. Потому что это первая такая война, за которой следит весь мир, и за которой можно наблюдать, не выходя из дома. Она присутствует на экранах любого электронного прибора, который у тебя есть, начиная с самого простого телефона. А это изменило ситуацию. Когда-то была первая война, которая появилась на экранах телевизоров. Это была вьетнамская война, когда Соединенные Штаты поддержали расколовшийся Вьетнам и выступили на стороне Южного Вьетнама. И отправили туда на американские войска. Это начал еще президент Джон Фитт Джеральд Кеннеди, а Линден Джонсон продолжил. И туда отправились телевизионные группы, съемочные группы, которые снимали эту войну. И мир, и американцы сами в первую очередь увидели, что такое война. И это породило сильнейшие антивоенные и антиамериканские настроения во всем мире и в самих Соединенных Штатах. И президент Линден Джонсон очень успешный, очень умелый, одаренный политик. Даже не решился выставлять свою кандидатуру на второй президентский срок. А сейчас прорыв технологический привел к тому, что абсолютно все видят, как происходит эта война. Это рождает бурные эмоции. И вот сейчас, повторяю еще раз, не только враги Израиля, но и друзья просят Соединенные Штаты эту войну прекратить. И европейские журналисты, которые, как и мы с вами, интересуются историей, даже вспоминают, что американцы на это способны. Вот, скажем, в британской прессе пишут о Ливанской войне 1982 года. И вспоминают, как тогдашний президент Соединенных Штатов. Рональд Риган позвонил тогдашнему премьер-министру Израиля Минахему Бегину и сказал ему, что война приобретает кровавый характер, что речь идет об убийстве людей, и я требую, чтобы это прекратилось. И, пишут британские журналисты Минахем Бегин, прислушался к Ригану. Риган повесил трубку и даже так помощникам с некоторым удивлением сказал, что я не подозревал, что я такой всемогущий. На самом деле, все было несколько иначе. Компания 1982 года была следствием того, что палестинские боевые отряды оказались на территории Ливана. Как они туда попали, их изгнали из Иордании. Потому что они подняли там мятеж, фактически пытались свернуть тогдашнего орданского короля Хусейна. Тот приказал своей армии выбить палестинские боевые отряды с территории Иордании. Они были выбиты, перебрались в Ливан, и ливанская жизнь разрушилась с территории Ливана. Боевые отряды свершали теракты на территории Израиля. И после того, как попытались убить израильского посла в Лондоне, Минахин Бекин принял решение нанести контртеррористический удар. Вот эта контртеррористическая операция 1982 года в Ливане была очень тяжелой. Кто интересуется историей, тот знает. Она была длительной, тяжелой, кровавой. И действительно, американский президент Рональд Рейган хотел, чтобы она завершилась. Но получилось ли это у него? Нет. И после этого известного разговора, вошедшего в историю, военная операция продолжалась. Закончилась она тем, на чем настаивала Израиль. Все боевые отряды палестинские были вывезены из Ливана, и там это все прекратилось. И даже в какой-то момент казалось, что начинается новая история Ближнего Востока. Потому что президентом страны стал Башир Жмайль, лидер ливанских христиан. А там население Ливана, грубо говоря, делится на три части. Треть шииты, мусульмане-шииты, треть мусульмане-суниты, и треть это христиане. Христиане-марониты, которые когда-то бежали с территории Сирии, откуда их изгнали. Вот Башир Жмайль, лидер христиан ливанских, стал президентом. Он намеревался установить дипломатические отношения с Израилем, позаботиться о том, чтобы, вообще говоря, там воцарился мир. Но его убили, все рухнуло, и произошло совсем не то, на что рассчитывали израильские руководители. Они думали, что они избавятся от палестинских отрядов, Ливан станет мирной страной. А там, по существу, началась гражданская война с тяжелейшими последствиями. Потом-то сформировалась организация Хизбалла, которая очень жестко противостоит Израилю. Это к вопросу о том, в какой степени американские президенты могут повлиять на политику Израиля. Рональд Рейган, между прочим, такая фигура недооцененная. Над ним, как принято посмеиваться, ну, актер. Да, он действительно в молодости был актером, но был человеком очень одаренным, в том числе политически одаренным и с определенными принципами, в которых его воспитывали родители, набожные люди. Я читал его дневник. Дневник с такими короткими записями вел он для себя, не для публикации. Его издали уже после смерти Рональда Рейгана. И там поразительные записки. Прочитал в газете о человеке, который спас кого-то, кто упал в метро на рельсы. Узнал, что он безработный. Позвонил там какому-то знакомому, попросил дать ему работу. Вот хорошо, помогу этому человеку. Или еще какая-то такая же история. Отправил ему деньги. Отправил свои деньги. Не казенный, не кого-то из чиновников попросил помочь. А сам отправил свои собственные деньги. И были истории поразительные. Пытался дозвониться до такого-то, чтобы сказать ему хорошие слова. Никто со мной разговаривать не захотел. Никто не поверил, что я президент Соединенных Штатов. То есть Рональд Рейган был человеком, который руководствовался определенными принципами. Но и Минахин Бегин, тогдашний премьер-министр Израиля, тоже руководствовался определенными принципами. Он родился на территории Польши и был сионистом с юных лет. Создал там сионистскую организацию. Это были польские евреи, которые считали, что им нечего жить в этой Польше, где их все ненавидят. И нужно переселяться в Палестину. Да только британские власти этого не давали. Минахин Бегин занимал жесткую антибританскую позицию. Когда нацисты, когда фашистская Германия напала на Польшу, он предложил польским военным создать еврейскую часть, боевую часть. Ну, поляки так пренебрежительно отмахнулись. А Бегин бежал. Он бежал на территорию Литвы, а семья его осталась. Польша и вся была уничтожена нацистами. А он в Литве был. Когда Литва стала частью Советского Союза, его посадили в какой-то момент, как британского шпиона. Что было нелепо всем, потому что как раз он от всей души ненавидел англичан, как людей, которые не исполнили выданный им мандат на создание еврейского государства в Палестине. Когда нацисты напали на Советский Союз, его освободили, как и многих других поляков. Он вступил в армию генерала Владислава Андерса, который хотел сражаться против нацистов. Армия была отправлена на Ближний Восток. Каменахин Бегин воевал против нацистов. Он занимал всегда очень жесткую позицию. Он исходил из того, что бессмысленно просить о помощи, жаловаться, плакать. Нужно отстаивать свою правоту силы. И в качестве премьер-министра такой линии и придерживался. Что сейчас происходит вокруг сектора газа? К удивлению многих, кто наблюдает, израильское правительство и командование армии обороны Израиля, похоже, действительно готовы исполнить свои слова. Они когда-то сказали после чудовищных терактов 7 октября, что доведут дело до конца, что все заложники, захваченные Хамасом, будут освобождены, что террористы, которые совершили это преступление, будут найдены. И с террористическими структурами, которые совершили это преступление, будет покончено. Все думали, что это операция до какого-то предела. Но она продолжается. И похоже, что в Иерусалиме намерены действительно довести ее до конца, несмотря на жесточайшее сопротивление действительно практически теперь уже всего мира. Потому что Израиль осуждает теперь не только страны условного юга, но и страны условного севера. Даже европейские государства, которые, в принципе, позиционируют себя как друзья Израиля, тоже требуют прекратить эту военную операцию. Но Израиль ее продолжает. И такое ощущение, что действительно намерены продолжать до конца. То есть до поимки руководителей Хамаса и до ликвидации вот этой инфраструктуры террора. Если, конечно, это вообще физически возможно. Но все равно возникает вопрос, а что потом? Только что руководители Израиля обнародовали свое видение будущего сектора Газа. Они представляют себе эту территорию полностью демилитаризованной. То есть там изъято все оружие, кроме того, что необходимо для полицейских подразделений, для охраны порядка. Территорию, на которой израильские войска, израильские спецслужбы проводят операции и считают нужной. Территория, которая на границах контролируется Израилем. Прежде всего говорится о границе между сектором Газа и Египтом. Потому что израильтяне уверяют, что несмотря на все усилия египетских спецслужб, вот именно таким образом в сектор Газа проникает оружие, взрывчатка и так далее. Большая обида для египетских властей, где у власти находятся военные, которые уверены, что они мастерски исполняют свой профессиональный долг. А управление этой территорией возьмут на себя новые люди, новые структуры, не имеющие отношения к Хамас. Будет ликвидировано Ближневосточное агентство, которое десятилетиями занимается палестинским беженцем, потому что, по мнению израильтяна, эти чиновники этого ведомства соучаствовали в терактах 7 октября. И будет введена новая система просвещения, образования в стране и так далее. Создание полноценного палестинского государства на сегодняшний момент руководителям Израиля отрицается. Может ли такой план устроить соседние арабские страны? Трудно это предположить. А ведь без их соучастия, без их помощи, без их вложения не только в финансовых, но таких политических, организационных, что-либо сделать совершенно невозможно. Устройство новой жизни на территории палестинской автономии и на западном берегу реки Иордана, и в секторе Газа, а возможно только с участием, деятельным участием соседних арабских стран. Причем всех, там и Саудовская Аравия, и Египта, и Ордания, и Объединенных Арабских Эмиратов, и Катар должен поучаствовать, и Бахрейд. Все эти страны должны принять участие, иначе ничего не получится. Но их явно этот план совершенно не устраивает, потому что они должны сказать подданным или гражданам своих стран, что они исполнили главную их мечту, что создается независимое, самостоятельное государство палестинских арабов. Если это не происходит, то им нечего предъявить, и они, скорее всего, этот план отвергнут. И все будут продолжать давить на Соединенные Штаты, требуя, чтобы Соединенные Штаты надавили на Израиль. В какой-то степени это происходит. Если вы внимательно следите, то слышите, что американские официальные чиновники осуждают то одно, то другое в политике Израиля. Скажем, только что государственный секретарь назвал новые поселения на западном берегу реки Ордан незаконными. Отошел от той линии, которой придерживался президент Трамп. Дональд Трамп считал, что это все справедливо. И теперь, видимо, кто-то с еще большей надеждой будет думать о том, что у Трампа есть шансы в ноябре выиграть президентские выборы. Подвергается жесткой критике и характер проведения самой контртеррористической операции. И вообще, есть ощущение, что разговоры происходят на повышенных тонах. Но может ли Белый дом изменить политику вообще в отношении Израиля? Судя по всему, не сегодня. Конечно, в президентской кампании события вокруг сектора газа имеют большое значение. Тоже впервые, наверное, за всю политическую историю Соединенных Штатов. Скажем, взоры всех, кто следит за выборами, обращены к штату Мичиган, который должен сыграть важную роль в кампании Байдена. Потому что там немалая часть действительно выходцев из арабского мира, немало людей, исповедующих ислам, они всячески поддерживают палестинскую автономию и требуют от президента Байдена принять какие-то меры. И это люди, которые на предыдущих выборах голосовали за Байдена, поддержали Байдена и помогли ему победить. А сейчас они говорят, что нет, мы за тебя не проголосуем, если ты ничего не сделаешь. И это имеет большое значение для Байдена, потому что разница между, ну на сегодняшний момент, во всяком случае, между Байденом и Трампом невелика. Но еще раз зададимся вопросом, могут ли Соединенные Штаты изменить свою политику в отношении Израиля? Не сегодня точно. Потому что, прежде всего, существует большой блок избирателей. Израиль – это белые христиане, набожные белые христиане, которые целиком и полностью на стороне Израиля. И ничто, происходящее в секторе газа, их позиции не меняет. А это важная такая часть американского общества, важная в том числе и в политике, и в выборной кампании тоже. Эти люди поддерживали Израиль, поддерживают сейчас, и, судя по всему, в ближайшем будущем точно будут поддерживать. Поэтому Израиль будет, судя по всему, получать все то, что ему необходимо для обеспечения обороноспособности, для проведения контртеррористической операции в секторе газа, и, видимо, будет стараться довести ее до конца. Но потом, еще раз повторим это, все равно возникнет вопрос, что делать. Может быть, у кого-то и есть некий реалистичный план, который, это было бы совсем хорошо, был бы поддержан постоянными членами Совета Безопасности ООН, потому что резолюция Совета Безопасности ООН в поддержку плана мироустройства на Ближнем Востоке имела бы большое значение. Это означает, что все постоянные члены должны поддержать, никто не должен наложить вето. Так вот, существует ли такой план? Возможно, кто-то его уже втайне и написал. Но мы, простые наблюдатели, об этом ничего не знаем. Мы только понимаем, что история показывает, что на Ближнем Востоке множество чудовищных проблем, решать которые нужно только комплексно и по возможности в сотрудничестве со всеми силами, которые там сейчас существуют в одиночку, там ничего не сделаешь. Но это все вопросы будущего. А пока что на Восточном фронте, перефразируя название известного романа Эриха Мария Ремарка, без перемен. Если вам интересно продолжить разговор на эти волнующие темы, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube и не забудьте нажать на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok